Если вы любите быструю выпечку из минимум продуктов, то этот рецепт для вас. Сегодня я буду готовить наливной пирог из капусты с яйцами и с луком. Поехали! Что для этого нам надо? 200 грамм муки, капуста, 5 яиц, 3 для теста и 2 для начинки, кефир, зеленый лук, из специй я буду добавлять мускатный орех и тмин. Тмин очень хорошо сочетается с капустой. Также соль и соды немного. Яйца я поставила варить, духовку я включила на нагрев и сделаем тесто. Наливаем 250 миллилитров кефира, добавляем пол чайной ложечки соды и пол чайной ложечки соли. И взбиваем венчиком наш кефир. Кефир начинает пениться и увеличиваться в объеме. Разбиваем туда 3 яйца. Взбиваем дальше. И понемногу добавляем муку. Масса должна получиться как для блинов. Капусту я нашинковала вот такую часть от целого кочана. Теперь нам нужно ее немножечко помять, чтобы выделился сок, чтобы она была помягче и посочнее. Для этого складываем ее в кастрюлю, добавляем соль, сахар, мускатный орех и тмин. И вот так вот ее начинаем руками мять до выделения сока. Ну, недолго. Буквально прям пару минут, чтобы все это дело нам перемешать. Ну, вот я ее пожала. Вот, посмотрите, вот сок из нее идет. Все, она сочная, она мягкая. Сейчас буду измельчать зеленый лук и яйца. И добавлю сюда в начинку. Нарезаем яйца кубиком. И нарезаем зеленый лук. И тоже отправляем в капусту. Наша начинка готова. Сейчас ее перемешиваем и будем делать пирог. Можно попробовать по соли, как нормально, ненормально. Если мало, посолить на ваш вкус. Ну, начнем заливать пирог. У меня форма силиконовая. Я ее использую для выпечки. Я ничем ее не смазываю. Если у вас форма другая, металлическая, то нужно смазать ее и дно устелить пергаментной бумагой. Выливаем часть теста на дно, равномерно распределяя его лопаточкой. И высыпаем нашу начинку. Тоже равномерно ее распределяем. Ну, вот у меня как раз получилось начинки. Без остатков. Здесь недостачи. Как говорится, все на глаз. А все замечательно. И сверху тоже мы его заливаем тестом, покрывая всю начинку. И ставим в духовку. Вверх-вниз. Где-то на 40 минут. 180 градусов. До румяной корочки. Ну, вот так. У меня прошло 45 минут. Мой пирог должен быть готов. Я сейчас его достану. Ну, вот какой он румяный. И красивый получился. Сейчас я его переверну. Ну, вот посмотрите, какая у нас красота получилась. Ничего не прилипло. Чудненький пирожок. Ну, вот, друзья, как быстро мы приготовили сегодня наливной пирог. Из доступных продуктов. Такой мягкий, ароматный.